В церквах часто сейчас применяют в лампады вазелиновое масло, что категорически должно быть запрещено. Торговля должна быть устранена из храма, ибо однажды наказанный грех торговли остается во все века тем же самым наказуемым деянием. Кроме того, в церкви установилась порочная практика не давать догорать установленные свечи. Специально стоят прислужники, которые четвертую и третью часть свечи гасит и отпускает на переплавку. А написано «Все сожжения и жертвы». И это есть святотатство. Судьба – воровство святыни, непростимый грех. Свечи должны быть восковые, а таковых нет. Чтобы узнать, что значит восковая свеча и не чистая восковая, это можно узнать от пчелы, которая изготавливает воск. Так, например, чтобы определить наличие метана на взрывоопасность газа в шахтах, употребляют клетки с канарейками, ибо животные и насекомые работают иногда лучше всякого прибора. Так и пчела. Чистую восковую свечу она обязательно перетянет на вощину. Но если попадает посторонний предмет, который не является восковым, как, например, зажаренная ими мышь, попадая и погибая в улье, она обтягивается воском, чтобы не издавать зловония. Так же точно поступают и с нечистыми свечами божьи твари – пчелки. Они к ней не прикоснутся, а только залепят ее воском, чтобы она не издавала своего зловония. Спрашивает, но как же тогда должна быть содержима церковь сегодня? Только на десятину. Две-три десятины могут брать священники, сверующих. Но эту презренную торговлю нужно удалить, ибо Господь сказал, не можете служить Богу и мамоне. А у нас утвердился порочный обычай. Вначале мамоне, а потом Богу. И весь беспорядок с передачами свечей. Сколько человек должны обернуть и принять свечу и передать ее? Иоанн Златоуз говорит священнослужителям. Прекрати служение, наведи порядок, потому что порядок дороже служения. Нигде, ни в каком безбожном собрании не было позволено, чтобы в момент проведения совещания, когда взоры всех устремлены на оратора, кто-либо торговал брошюрами хотя бы их любимого вождя или поэта. Единственное место на земле, где совершается подобное беспутство, это только в православной церкви. Ни у сектантов, ни у католиков, ни у армян этого нет. Когда люди разговаривают с Богом, должны с трепетом ловить каждое слово, доносящееся из алтаря, в это время в храме и идет бойка, торговля, Бога Меркурия. У язычников это был Бог торговли. Помогает ли славянский язык донести до верующих смысл священного писания и выполняет ли роль богослужебного языка? Когда в день Пятидесятницы апостолы заговорили на иных языках, это было свидетельство того, что проповедь распространится до концов вселенной. Каждый народ должен был услышать проповедь на родном, понятном языке. Даже католики поняли и ныне допускают служение на родном языке у тех народностей, которые находятся под их владычеством. И только русский народ православный находится в столь бедственном состоянии, что из приходящих едва ли один или два человека понимает все служение, а больше так по догадке, успевая пристать на словах «Господи помилуй, да слава Тебе Боже наш, слава Тебе». Это назревшая необходимость покончить с этим анахронизмом, церковнославянским, мертвым языком, на котором нет на земле нации говорящей, и только кажущаяся его понятливость заставляет держать в неведении многомиллионную русскую паству. Относительно средств, которые недобрым, презренным путем наживаются церкви, показывает то, что если свеча обозначает наше стояние перед Богом, чистоту нашей веры, то тот состав, из которого сделаны современные свечи, характеризует нашу нечистую веру. И деньги, нажитые таким нечестивым путем, так же нечестиво и отнимаются безбожниками в так называемый фонд мира. В этом грехе участвуют почти все церкви, сколько есть канонических правил, которые категорически запрещают пользоваться на какие-либо нужды, кроме церковных, и на содержание нищих, бедных, вдов и сирот. Ведь если мы скажем безбожникам, что входите ли вы в состав всех сирот, казанских, бедняков, которым церковь разрешает отдавать средства, они, конечно, оскорбятся. И так и можем понять, что нажитые не от Бога деньги, они и уходят не к Богу. Соответствует ли духу священного Писания включение церкви в политическую борьбу за мир, сбор денежных средств в фонд мира? Это категорически противоречит всем церковным правилам, которые позволяли пользоваться деньгами только по назначению. Как полученного имя Бога, так и тратились они на содержание священнослужителей. Это говорит нам книга «Деяния апостольских». Об этом же говорит все житие святых. Не было момента никогда и нигде, чтобы верующие помогали неверующим правителям мира. До каких пор будет существовать на земле Христово священство? До скончания века. Ибо церковь Христово, следовательные священства, будет существовать на земле до пришествия Христа. Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды, от века и до века. Ефесянам 3.21 Таинство пресечения будет совершать со священнослужителями церкви тоже до конца мира. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. 1 Коринфянам 11.26 Я с вами, сказал Христос апостолам и их преемникам, во все дни до скончания века. Матфея 28.20 Апостолы умерли. Очевидно, слова во все дни до скончания века относятся к их законным преемникам. Он поставил иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. Все же придут в единство веры, не на земле, а только на небе. Лука 17.1-18.8 Деяние 20.29 2 Петра 2.2 Поэтому для совершения людей святыми, для служения и для созидания тела Христова, священство будет в церкви Христовой до скончания мира. Сей, то есть Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Евреям 7.24 Итак, истинное священство должно иметь на себе преемственно идущее от самих апостолов рукоположение, в котором подается благодать Святого Духа, дающая рукоположенному епископам великие права учить, священодействовать и управлять народом в делах веры. Все отделившиеся от истинной Церкви Христовой, расколлические и сектантские общины, как появившиеся в недавнее сравнительное время, в большинстве не имеющие себя даже по имени епископов, не имеют истинного апостольского священства, не имеют поэтому благодатных таинств, следовательно и спасения. О трехчинном составе церковной иерархии, епископах, пресвитерах и диаконах и необходимости ее в истинной Церкви Христовой, учат ближайшие ученики святых апостолов и многие святые отцы и учители первых ее веков. Святой Дионисий Ареапагит, говоря о епископах, как имеющих полноту, всех действий священно-начальнического служения учит, а подчиненные пресвитеры, диаконы и другие чины церковные, сами, последуя высшим, ведут вперед низших. Святой Климент, епископ Римский, премник апостола Петра, пишет, «Первосвященнику дано свое служение, священникам назначено свое дело, а на левитов возложены свои должности». Он же пишет, «Апостолы наши знали через Господа нашего Иисуса Христа, что будет раздор о епископском достоинстве. По этой самой причине они, получивши совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей епископов, пресвитеров и диаконов, и потом присовокупили закон, чтобы, когда они почиют, другие испытанные мужи принимали на себя их служение». Писание мужей апостольских, первое послание Климента Коринфянам, глава 40, стр. 99, 101. Святой Игнатий, епископ антиохийский, ученик Иоанна Богослова, в послании к троллицам пишет, «Необходимо, как и вы поступаете, ничего не делать без епископа. Повинуйтесь также и пресвитерам, как апостолам Иисуса Христа, и диаконам, служителям таинств Иисуса Христа. Только та Евхаристия, таинство Пресвящения, должна почитать всей истинною, которая совершается епископом или тем, кому он предоставил это. Не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви. Напротив, что одобрит он, то и Богу приятно. Без епископов и церковь не может назваться церковью. Кто принадлежит Богу и Христу, тот с епископом, делающий что-либо из относящегося к церкви, скрытно от епископа, повинуется дьяволу». Он же пишет, «Епископ председательствует на место Бога, пресвитер занимает место собора апостолов, и диаконам, сладчайшим мне в вере на служение Иисуса Христа». Блаженный Иероним Средонский учит, «Церковь, имеющая множество степеней, завершается в конце диаконами, пресвитерами и епископами». Святой Климент Александрийский пишет, «Существующие в церкви степени епископов, пресвитеров и диаконов, по моему мнению, суть подобия ангельского чина». От самых времен апостольских и до нашего времени ведутся в Христовой церкви списки епископов, законных преемников святых апостолов. «Апостол есть самый удобный сосуд тела, то есть в церкви Христовой, принимающей от него все», — говорит Иоанн Златоуст. «Как бы посредством жилы артерии, он посредством слова способствует к сообщению всем жизни вечной. Что говоришь ты? У них та же самая вера, и они такие же православные. Если так, отчего же они не с нами? Един Господь, едина вера, едино крещение. Если у них хорошо, то у нас худо. А если у них хорошо, то у них худо. У нас хорошо, то у них худо. Младенцы, — говорит, — колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения. Скажи мне, неужели вы считаете достаточным то, что их называют православными, тогда как у них оскудела и погибла благодать рукоположения? Что же польза во всем прочем, если у них не соблюдено это, последнее? Надо б на одинаково стоять как за веру, так и за все. Благодать священства». Ян Златоуст, том 11, страница 102. «Разве ты не знаешь, что такое священник? Он ангел Господа. Разве свое, — говорит он. Если ты его презираешь, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога. А откуда, — скажешь, — известно, что Бог рукоположил его? Но если ты не имеешь убеждения в этом, то сует на вера. Надежда. Если Бог ничего не совершает через него, то ты ни крещения не имеешь, ни тайн не причащаешься, ни благословения не получаешь, и, следовательно, ты не христианин». Том 11, страница 768. Златоуст. «Отсутствие пастыря дает случай нашести волков на стадо». Святой Афанасий, Великий, том 2, страница 64. «И досадижутся стены иерусалимские. Стенами иерусалимскими именует святых священнослужителей, ограждающих церковь». Том 4, страница 178. «Необычайно чудо, неизреченная сила, страшная тайна, таинство священства». Будем проницательно внимательны, братья, к всему таинственному и страшному сказанию, потому что без достовоуважаемого священства не дается смертным отпущение грехов. Священство с полным дерновением воспаряет с земли на небо до созерцания самого невидимого, и пришедший молится владыке о рабах, вознося слезы и воздыхания сослужителей, и с горячности предлагая их в дар своему владыке вместе с молением и покаянием и спрашивая у благоосердого царя прощения, помилования и милости, чтобы снишел дух утешитель, и осветил дары, предлагаемые на земле, и как скоро принесены, сделавшиеся страшными тайнами, исполненными бессмертия, потому что предстоящий Иерей совершает молитву о всех. Тогда души приступают и в страшных тайнах приемлют очищение от скверн. Том 2, страница 397, Ефрем Сирин. Пути не воображают, что можно наследовать жизнь и спасение, не повинуясь епископам и священникам, потому что во второзаконе Господь Бог говорит в 17.12, «А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, который будет в те дни, тот должен умереть, и так истреби зло от Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут поступать впредь дерзко». Бог повелел умерщвлять тех, кто не повиновался своим священникам и не слушались судей, и от него на то время поставленных. «И как тогда было еще время телесного обрезания, то непослушно умерщвлялись телесно, а ныне гордый и непокорный умерщвляется мечом духовным, быв отлучаемой от церкви, ибо в ней ее нет жизни, дом Божий один, и никто не может где-либо спастись, как только в церкви». Священномученик Киприян, том 1, страница 26, 3 письмо. «Пчелы имеют матку, скоты вожатого, и сохраняют к ним верность. Разбойники совершенной покорности повинуются атаману. Во сколько же у вас счастнее и лучше несмысленные скоты и животные бессловесные, а также кровожадные с мечом и оружием свирепствующие разбойники? И они признают и боятся начальника, который поставлен не по определению Божьей, но по соглашению преступной распутной толпы и преступного скопища». Там же, страница 255. «Можно ли представить себе, что тот находится со Христом, кто действует против священников Христовых, отделяет себя от общения с его клиром и народом? Да ведь он вооружается против церкви, противодействуя божественному домостроительству. Он – враг алтаря, возмутитель против жертвы Христовой, изменник в отношении веры, в отношении благочестия и святотатец, «Непокорный раб, сын беззаконный, брат неприязненный, презревший епископов и оставивший священников Божиих. Он дерзает устроять другой алтарь, составляет другую молитву из слов непозволительных, ложными жертвоприношениями оскверняет истину жертвы Христовой и даже не хочет знать, что действующий, вопреки Божию чиноположению, наказывается за безрассудное дерзновение «О усмотрении Божию», страница 185, о Единстве Церкви. «Через него-то теперь совершаются все священно действия, и без священника не может быть святыни», в Салом 44, 17, Блаженный Симеон Солунский, том 1, страница 13. «Апостол говорит, что священство Ааронова для народа иудейского именно и начало, и конец, а священство Мельхаседекова, то есть Христа и Церкви, в отношении и к прошедшему, и к будущему вечно, Иероним Стридонский, часть 2, страница 266. «Учителя Церкви рукополагаются Христом, мужи мудрые, твердые, обладающие умом, исполненные тонкого понимания догматов, мужи и сонма еленов, а не потомки Израиля. Сииты сделались пахарями и виноградарями», Кирилл Александрийский, том 8, страница 421. «Церковь не отступит от Христа, а ее составляет народ, приверженный к священнику, и стадо, послушное своему пастырю». Святой священномученик Киприян, том 2, страница 257, 54 письмо. «Итак, чадо света и истины, бегайте разделение злых учений, но где пастырь, туда и вы, и как о опции идите, ибо которая суть Божия, Иисус Христовый, те с епископами». Игнатий Богоносец. Страница 297. «Письма мужей апостольских». «Ты должен разуметь, что епископ в церкви, церковь в епископе, и кто не с епископами, тот не с церкви». Киприян, том 1, страница 257. «Господь и апостол предвозвестили, что при кончине мира из-за приближения Антихриста все доброе будет умоляться, а все злое и неприязненное возрастать. Впрочем, и в это время последняя церковь Божия сила евангельская не упала, и крепость христианской доблести веры не ослабла до того, чтобы же вовсе не было священников». Том 1, 56 письмо. «Клиру и народу испанскому». В самом деле, если бы каждый под предлогом исправления худо сделанного стал присвоять себе достоинство священству, то никогда не было бы недостатка в предлогах к исправлению, и все размещались бы между собой так, что мы не разрешили бы ни начальника, ни подчиненного. Златоустом 3, страница 201. «Престол священника утвержден на небесах, и священник уверенно устроит тамошние дела». «Кто говорит это?» «Царь небес». Матфея 18, 18. «Что может сравниться с такой честью? Небо получает начало суда с земли, судья сидит на земле, и владыка следует за рабом, и что последний присуждает внизу, то он утверждает горе. Священник стоит посредником между Богом и родом человеческим, не заводя на нас оттуда благодеяния, и вознося туда наши прошения, примиряя со всей природой разгневанного Бога, и нас, разгневавших Его, избавляет от рук Его». Златоустом 6, страница 4, 17. Матфея 18, 18. «И не только на словах он получал так своих учеников Господь, но и самому делу этому вязать и решить он сделал их причастными. Что скажет это столь многие исполненные тщеславие?» Дерзающий говорит суетными устами. «Могу ли я пойти к такому-то прессвитеру и исповедать ему свои грехи, когда он нагрешил, может быть, больше моего? Как может он такой же грешный человек, как и я, отпустить мне грехи?» Так отговариваются люди, погрязающие во грехах, но не знающие меры своему высокомерию. Но человек, обольщающий самого себя надменными ложными словами и огорчающий Бога своим неразумным превозношением. «Да разве ты к человеку приходишь исповеданием грехов или от человеков получаешь отпущение грехов? Ведь ты приступаешь к владыке и царю всех Богу, отпускающими тебе через священников твои грехи. Священник здесь только посредник, а не от себя действует. Итак, что же ты осуждаешь и унижаешь того, кого Бог не осуждает? Ведь он вкушает честное тело его и священодействует при чистую кровь его. Пока он священник, и Бог попускает ему священнодействовать. Не уклоняйся принять от него дар, потому что не сам он дает тебе отпущение грехов, но великий первосвященник Христос, веривший ему священству». Златоустом 111, страница 967. «Желающий исповедать грехи свои, всем ли и кому случилось, или некоторым должен исповедовать? Ответ. Исповедать грехи необходимо при теме, кому верено домостроительство тайн Божиих». Так читаем о рукоположении преемственности. Вот общий список преемников святых апостолов церкви греческой и от нее принявшие христианство церкви русской. Страница 102. «Преемственный список православных иерархов Константинопольской и Русской Церкви». Иерархи Константинопольской Церкви. Епископы. Святой Андрей, апостол, из 12, умер около 36 года. Святой Астахий, апостол, из 70-ти, около 36-37 года. Анисим, 53-й год. Поликарп, 70-й. Плутарх, 84-й или 86-й. Седекий, 93-й, 95-й. Диоген или Диамен, 110-й. Илифери, 123-й или 127-й. Феликс, 137-й. Афинадор или Афиноген, около 141-го. Езжой, 157. Олимпий или Алипий, 171-й. Перфинакс, 192-й. Олимпиан, 203-й. Марк, первый, 216-й год. Святой Кириллиан или Кириак, умер в 232-м. Пит или Трат, Тарат, умер в 276-м. Дометий или Дометиан, 301-й. Пров, 313-й. Патриархи. Святой Митрофан, 315-й, 325-й годы. Святой Александр, 325-й по 340-й. Святой Павел, первый, 340-й. Ельхевий, 340-й, 341-й. Македоний, первый, 341-й, 360-й. Павел, вторично, 347-й по 350-й. Оба современно или попеременно. Ивдоксий, 360-370. Святой Евагрий, 370. Димофил, 370-380. Святой Григорий, первый, в 381-м. Святой Нектарий, 381-й по 397-й. Святой Иоанн, первый, 398-й по 403-й, 404-й. Святой Арсахи, 404-й по 405-й. Святой Актик, 406-й, 425-й. Святой Сесиний, 401-й, 426-й, 427-й. Несторий, 428-й, 431-й. Святой Максимиан, 431-й, 434-й. Святой Проклый, 434-й по 47-й. Святой Флавиан, 447-й, 49-й. Святой Анатолий, 449-й, 58-й. Святой Геннадий, 458-й, 71-й. Акакий, 471-й, 489-й. Фраид, или Флаид, а по другим Флавиан, 2-й, 489-й, 90-й. Святой Евсимий, 490-й, 96-й. Святой Македоний, 2-й, 496-й, 511-й. Тимофей, 1-й, 511-й, 518-й. Святой Иоанн, Кападокиянин, 518-й, 520-й. Святой Епифаний, 520-й, 35-й. Анфим, 1-й, 535-й, 36-й. Святой Мина, 536-й, 52-й. Святой Евтихий, 552-й, 65-й. Святой Иоанн, 3-й, Схоластик, 565-й, 77-й. Святой Евтихий, 2-й, 577-й, 82-й. Святой Иоанн, 4-й, Постник, 582-й, 95-й. Кириак, 596-й, 606-й. Святой Фома, 1-й, 607-й, 10-й. Сергий, 1-й, 610-й, 38-й. Пир, 639-й, 41-й. Павел, 2-й, 641-й, 54-й. Пир, опять или 2-й, по другим, 654-й, 55-й. Петр, 655-й, 66-й, 66-й, 66-й. Святой Фома, 2-й, 667-й, 69-й. Святой Иоанн, 5-й, 669-й, 74-й. Святой Константин, 1-й, 674-й, 76-й. Святой Феодор, 1-й, 676-й, 78-й. Святой Григорий, 1-й, 78-й, 68-й. Святой Феодор, опять, 683-й, 86-й. Павел, 3-й, 686-й, 93-й. Святой Калинин, 1-й, 693-й, 705. Святой Кир, 705-й, 711-й, 712. Иоанн, 6-й, 712-й, 715. Святой Герман, 1-й, 715-й, 730. Анастасия, 730-й, 53. Константин, 2-й, 754-й, 66. Никита, 1-й, 766-й, 80. Павел, 4-й, 780-й, 84. Святой Тараси, 784-й, 806. Святой Никифор, 1-й, 806-й, 815. Феодор, 1-й, Касситер, 815-й, 821. Антоний, 1-й, 821-й, 32. Иоанн, 7-й, 832-й, 42. Святой Мефодий, 1-й, 842-й, 46. Святой Игнатий, 846-й, 57. Святой Фотий, 857-й, 67. Святой Игнатий, 2-й, 867-й, 77. Святой Фотий, 2-й, 877-й, 86. Святой Стефан, 1-й, 886-й, 893. Святой Антоний, 2-й, Кавлей, 893-й, 95. Святой Николай, 1-й, 895-й, 906. Ихимий, 907-й, 911. Святой Николай, 2-й, 911-й, 925. Святой Стефан, 2-й, 925-й, 28. Святой Трифон, 928-й, 931. Святой Лахта, 933-й, 56. Святой Полиевк, 956-й, 70. Василий, 1-й, 970-й, 74. Антоний, 3-й, 974-й, 979. Святой Николай, 2-й, Хрисоверг, 983-96. Святой Хергиев, 2-й, 999-й, 1019. Святой Евстасий, 1019-й, 1025. Алексий, 1025-й, 43. Михаил Керуварий, 1025-й, 15. Константин, 3-й, Лихут, 1059-63. Иоанн, 8-й, Ксифилин, 1064-75. Святой Косма, 1-й, 1075-81. Истрати, 1801-84. Николай, 3-й, грамматик, 1084-111. Иоанн, 9-й, 1111-134. Святой Лев, Типиот, 1134-143. Михаил, 2-й, 1143-1146. Косма, 2-й, Аттик, 1146-147. Николай, 4-й, Музалон, 1147-151. Чеодот, 1151-153. Неофит, 1-й, несколько месяцев. Константин, 4-й, Лихут, 1154-1156. Лука, Хрисоверг, 1156-169. Михаил, 3-й, 1169-177. Харитон, 1177-178. Феодофий, 1-й, 1178-183. Василий, 2-й, Каматир, 1183-186. Никита, 2-й, Мунтант, 1186-189. Дофифей, 9 дней. Леонтий, 1190-177 месяцев. Дофифей, 2-й, 1190-191. Георгий, 2-й, Ксифилин, 1191-198. Иоанн, 10-й, Каматир, 1198-206. Михаил, 4-й, Ставрион, 126-212. Феодор, 2-й, Ириник, 1213-215. Максим, 1-й, 1215-216. 6 месяцев. Мануил, 1-й, 1217-1222. Герман, 2-й, 1222-240. Мефодий, 2-й, 1243 месяца. Мануил, 2-й, 1243-255. Арсений, 1255-260. Никифор, 2-й, 1260. Арсений, 2-й, 1261-266. Герман, 3-й, 1266-267. Иосиф, 1-й, 1267-274. Иоанн, 7-й, век, 1275-282. Иосиф, 1-й, 2-й, 1282-283. Георгий, 2-й, Кипшки, 1283-289. Афанасий, 1-й, 1289-293. Иоанн, 12-й, 1294-1303. Афанасий, 2-й, 1303-311. Ниф, 1313-315. Иоанн, 13-й, Гликиз, 1316-19. Герасим, 1-й, 1320-21. Исаи, 1323-33. Иоанн, 14-й, 1333-47. Исидор, 1-й, 1347-49. Каллист, 1-й, Святогорец, 1350-54. Филофей, 1354-55. Каллист, вторично, 1355-62. Филофей, вторично, 1362-76. Макарий, 1376-78. Нил, 1378-88. Антоний, 4-й, 1388-95. Каллист, 2-й, 1396. Макси, 1-й, 1397-1410. Исхимий, 2-й, 1410-416. Иосиф, 2-й, 1416-439. Митрофан, 2-й, 1443. Григорий, 3-й, Мелиссин, 1445-450. Афанасий, 2-й, 1450-453. Геннадий, 2-й, Схалари, 1453-60. Исидор, 2-й, 1460-65. Сафроний, 1-й, 1465-66. Иосаф, 1-й, 1466-69. Марк, 2-й, 1469-70. Симеон, 1-й, 1473-73. Дионисий, 1-й, 1473-78. Симеон, 2-й, 1478-1481. Рафаил I, один год Максим II, 1482-88 Нифон II, 1488-90 Дионисий I, вторично 1490-93 Максим III, 1493-99 Нифон II, вторично 1499-1500 Иаким I, 1500-504 Пахоми, 1504-5 Иаким I, вторично 1505-6 Пахоми I, вторично 1506-11 Фиолент I, 1511-20 Иеремия, 1520-23 Ионики I, незаконно избранные и скоро не изложенные Иеремия I, вторично 1253-543 Дионисий II, 1543-51 Иоса II, 1551-65 Митрофан III, вторично 1579-80 Иеремия II, вторично 1580-84 Пахоми II, 1584-85 Фиолент II, 1585-86 Иеремия II, третий раз 1586-94 Матфей II, 17-19 дней Гавриил I, 5-6 месяцев Умер в 1595 году Фиофан, 6-7 месяцев Милетий Александрийский, около года Матфей II, вторично 1596-1600 Неофит II, 1660-1 Матфей II, третий раз 15 дней Рафаил II, 5,5 лет До 1608 года Кирилл I, Лукарис 1613-14 Тимофей II, 1614-621 Кирилл I, Лукарис Как правитель 1621-23 Григорий IV, 73 дня Анфим II, 60-70 дней Кирилл I, вторично 1624-32 Кирилл II, Контайр 6-7 дней Кирилл I, третий раз 1632-33 Афанасий III, Потилярий 30-40 дней Кирилл I, четвертый раз 1633-34 Афанасий III, вторично 1634-35 Кирилл II, вторично 1635-36 Неофит III, 1636-37 Кирилл I, пятый раз 1637-38 Кирилл II, третий раз 1638-1639 Парфений I, 1639-44 Парфений II, 1644-46 Иоанники II, 1646-47 Парфений II, вторично 1647-50 Иоанники II, вторично 1650-51 Кирилл III, 20 дней Афанасий III, третий раз 15 дней Умер в России Мощи почивает в городе Лубна Полтавской гувернии Парфений II, один год 9 дней Иоанники II, третий раз 1653-55 Кирилл III, вторично 15 дней Парфений III, вторично 11 месяцев Парфений III, 1656-57 Гавриил II, 12 дней Парфений IV, 1657-60 Дионисий III, 1665-65 Парфений IV, вторично 1665-68 Климент 1668-69 Мефодий III, 1669-71 Парфений IV, третий раз 1671-72 Дионисий IV, 1672-73 Герасим II, 1673-75 Парфений IV, четвертый раз 1675-76 Дионисий IV, вторично 1676-79 Афанасий IV, 12-14 дней Иаков, 1679-82 Дионисий IV, третий раз 1682-84 Парфений IV, пятый раз 1684-1685 Иаков, вторично 1685-86 Дионисий IV, четвертый раз Два месяца Иаков, третий раз 1686-90 Калинник II, 1690-91 Неофит IV, три месяца Калинник II, вторично 1693-91-93 Дионисий IV, пятый раз 1693-94 Калинник II, третий раз 1694-1702 Гавриил III, 1702-7 Неофит V, избран Но не утвержден Киприян, 1708-10 Афанасий V, 1710-11 Кирилл V, 1711-13 Киприян, вторично 4 месяца Косьма III, 1713-15 Иеремия III, 1715-26 Калинник III, умер тотчас по избранию Поисий II, 1726-32 Иеремия III, вторично 1732-33 Серафим I, 1733-34 Неофит VI, 1734-40 Поисий II, вторично 1740-42 Неофит VI, вторично 1742-44 Поисий II, третий раз 1744-48 Кирилл V, 1748-51 Поисий II, четвертый раз 1751-52 Кирилл V, второй раз 1752-57 Калинник IV, 1757 Серафим II, 1757-60 Иоанники III, 1760-64 Самуил I, 1764-68 Милетий II, 1768-69 Феодосий II, 1869-73 Самуил I, вторично 1773-74 Сафроний II, 1774-80 Гавриил IV, 1780-84 Прокопий, 1784-89 Неофит VII, 1889-1794 Герасим III, 1794-797 Григорий V, 797-1801 Калинник V, 1801-806 Григорий V, вторично 1806-808 Калинник V, вторично 1808-9 Иеремия IV, 1809-13 Кирилл VI, 1813-18 Григорий V, третий раз 1819-21 Евгений, 1821-22 Анфим III, 1822-24 Хрисанц, 1824-26 Агафангел, 1826-30 Констанции I, 1830-34 Констанции II, 1834-35 Григорий V, 1835-840 Анфим IV, 1840-41 Анфим V, 1841-45 Милетий III, 7 месяцев Герман IV, 1845-8 Анфим VI, 1845-48 Анфим IV, вторично 1848-52 Герман IV, вторично 1852-53 Анфим VI, вторично 1853-55 Кирилл VII, 1855-60 Иоаким II, 1860-63 Сафроний II, 1863-66 Григорий VI, вторично 1867-71 Анфим, 1871-73 Иоаким II, вторично 1873-87 Дионисий V, 1887-891 Неофит VIII, 1891-94 Анфим VII, 1894-97 Константин V, 1897-1901 Иоаким III, вторично С 1901 года Иерархия русской церкви Киевская кафедра Метрополия Киевская и всея Руси Установлена в 988-м году В городе Киеве В 991-м году Кафедра перенесена В Переяславль В 1035-м году Возвращена в Киев В 1299-м Перенесена во Владимир На Клязьме И, наконец, В 1325-м году В Москву С половины 14-го века Вследствие стремления Южнорусских князей Иметь своего митрополита Всероссийская митрополия Делилась иногда На две воли митрополий В 1458-м году Становилось окончательное Разделение Всероссийской митрополии На Северо-Восточную Или Киево-Московскую И Юго-Западную Или Киево-Литовскую Киевские митрополиты Имеющие кафедру в Москве Стали именоваться Московскими Иссея Руси С 1461-го года Прежний титул Киевских Иссея Руси Перешел к митрополитам Юго-Западной Руси Которые утвердили Свою кафедру В Вильне В 1595-м году Киевская митрополия Отпала в унию В 1620-м году Восстановлена в Киеве В 1686-м году Была происсоединена Московскому патриаршеству С уничтожением Которого при Петре Великом Стала в подчинении Святейшему Синоду Митрополиты Киевские Всея Руси Святой Михаил Первый Грек 688-991 Леонтий Лев Первый Грек 991-1007 Ян Первый Грек 1008-35 Теопемпт Грек 1035-49 Кирилл Первый 1050 Иларион Первый из русских 1051-54 Ефрем Первый 1055 Георгий Первый Грек 1067-1077 Святой Иоанн Второй Грек 1077-89 Иоанн Третий Грек 1089-91 Святой Ефрем Второй Грек 1092-1097 Николай Грек 1097-1102 Никифор Первый Грек 1103-121 Никита Грек 1122-26 Михаил Второй Грек 1129-45 Климент Смолятич Русский 1147-1154 Умер 1170-ом Святой Константин Первый Грек 1155-58 Феодор Грек 1161-63 Иоанн Четвертый Грек 1164-166 Константин Второй Грек 1167-77 Никифор Второй Грек 1182-98 Гавриил Дионисий Упоминающий 1208-ом Матфей Грек Упоминался 1209-ом Умер 1220-ом Кирилл Второй Грек 1224-33 Иосиф Первый Грек Прибыл 1237-ой Кирилл Третий Грек Избран 1243-й Умер 1281-ом Максим Грек 1283-305 Святой Петр 1308-26 Святой Фиагност Грек 1328-53 Святой Алексей Плещеев Вступил На Митрополитию Каферу 1355-78 Пимин Грек Хератонисан 1380-ом Удален 1380-ом Возвращен В 82-ом Не изложен В 88-ом Святой Киприан Херб 1381-83 1390-406 Святой Дионисий 1383-85 Святой Фотий Грек 1408-431 Ихидор Болгарин 1437-41 Святой Иона Первый Одноушев 1448-61 Теодорец Хератонисан 1345-ом В Киеве В Киев Прибыл 1352-ом Умер В 54-ом Араман 1354-62 Святой Киприан 1375-81 И 1383-90 Григорий Второй Самблак Семивлах Серп 1415-19 Герасим 1433-35 Это настольная книга для священно-церковных служителей, хронологический перечень архипастры Константинопольской и Русской Церкви, Булгаков, Издания 1913-го года. Митрополиты Киевские всея Руси. Григорий Второй Болгарин 1458-73 Мисаил Князь Пеструцкий Друцкий Соколинский Бабич Управлял Митрополией 1474-80-е Спиридон Сатана Не принят И отлучен 1476-ом Киевские, Галевские, всея России Симеон 1481-88 Иона Второй Глезно 1492-94 Святой Макарий Второй 1495-97 Иосиф Второй Болгаринович 1450-503 Иона 1503-507 Иосиф Второй Салтан 1509-521 Иосиф Четвертый Русин 1523-34 Макарий Второй Москлетянин 1535-56 Сильвестр Белькевич 1556-67 Иона Четвертый Протасевич Островский 1568-77 Илья Куча 1577-79 Ионисифор Петрович Девочка Дева Чич 1583-88 Михаил Рогоза С 1588-го Года С 1596-го Года Открыто Отполвунию Экзархи Константинопольского Трона В Киеве Ион Иов Борецкий 1620-31 Исаия Борисович Копинский Копыстинский 1631-33 Петр Могила 1633-46 Сильвестр Костов 1649-57 Дионисий Балабан 1658-63 Иосиф Нелюбович Тукальский 1663-76 Антоний Винницкий 1676-79 Митрополиты Киевские Галевские Сия Малая Россия Гедион Святополк Князь Четвертинский 1685-90 Варлам Ясинский 1690-707 Иосиф Краковский 1708-18 Варлам Ватанович 1722-30 Архипистот Рафаил Забаровский 1731-47 Архипистот 1723-го года Тимофей Щербатский 1748-57 Арсений Могилянский 1757-70 Киевский Игалецкий 1767-го года Гавриил Кременецкий 1770-83 Самуил Миславский 1783-96 Иэрофей Иэрофей Малецкий 1796-99 Гавриил Бадони Банулеско Румын 1799-803 Сиропион Александровский 1803-822 Евгений Болхвитинов 1822-37 Филарет Амфитеатров 1837-87 Исидор Никольский 1858-60 Арсений Москлин 1860-76 Филарфей Успенский 1876-82 Платон Городецкий 1882-91 Иоанники Рудни 1891-1900 Фиагнос Лебедев 1900-1993 Славиан 1903-го года Святой Релия Епископ Леонский Живший во втором веке Придавал большое значение этим спискам как доказывающим истинность и законность Христово Священства Мы пишет он можем перечислить епископов поставленных апостолами в царквах преемников их до нас которые ничего не учили такого как эти еретики бредят сочинение Иеринея книга 3 глава 3 страница 222 Пусть обращается к еретикам учитель 2 века Пертулян объявит ряд своих епископов который продолжался бы с таким преемством чтобы первый из епископов имел своим виновником и предшественником кого-либо из апостолов или мужей апостольских долго обращавшихся с апостолами Прещение на еретиков Тертулян глава 32 вполне уместно из сектантов спросить пусть укажет кто из их первых учителей рукоположен апостолами или кем-либо из мужей апостольских их очевидцев и учеников пусть укажет такой список своих пресс-фитеров из которого можно было бы видеть что они ведут свое рукоположение от самих апостолов а не от Ратушного или Ребошапки или сектантов немцев Гюрнера Онкина Прецкау или Фомы Минсера Горе тем которые как наши раскольники беспополцы и сектанты отвергают законное Христово священство и сами дерзают кощунственно присваивать себе священническое служение Горе им пишет святой апостол Иуда потому что идут путем кайновым предаются обольщению мзды как валаам и в упорстве погибают как корей Иуда стих 11 Православный шристианин Не забывай слов учеников Христовых святых апостолов Петра и Павла Повинуйтесь пастырем 1 Петра 5.5 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны Евреям 13.17 Всей душой твоей благоговей пред Господом и уважай священников его всей силой и люби Творца твоего и не оставляй служителей его Сирахов 7.31 Итак чадо света и истины учат святой Игнати Богоносец Сбегайте разделение злых учений но где пастырь туда и вы как овцы идите Ибо многие волки по-видимому достойное доверие посредством гибельного удовольствия пленяют идущих путем Божиим Но при единении вашем они не будут иметь успеха о молитвы о молитвенном которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Яков 5.11 Много может усиленная молитва праведного. Яков 5.16 Церковь Божия состоит из верующих во Христа, живущих на земле и живущих на небе. Первая составляет церковь земную, воинствующую с врагом человеческого рода дьяволом. Ефесянам 6.12 А вторая образует Церковь Небесную, торжествующую после одержанной победы над ним. Евреям 12.22 К Церкви Небесной принадлежат святые ангелы, святые угодники Божии и Честнейшая Херувимов, Пресвятая Дева Мария, Пречистая Матерь Господа нашего Иисуса Христа, а также все умершие в вере Христовой, праоцы, отцы и братья наши. Земная и Небесная Церкви составляет единую Церковь Христову, одну великую Божью семью. Все члены, которые имеют своей главой Христа Калостянам 1.16.18, неразрывно соединены между собой единством веры, надежды и любви, выражающейся в постоянной молитве друг за друга. Мы знаем из Слово Божие, что все умершие живут сознательной жизнью. Они умерли только телом, а душой живы, так как Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Лука 20.37 Живем ли, говорит святой апостол, или умираем всегда Господни? Ибо Господь для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Риме 14.8 Дабы все земное, небесное и земное, соединить под главою Христом. Калостянам 1.10 Святые, которых весь мир не был достоин. Евреям 11.38 Еще при жизни своей на земле прославлены Богом. Иоанн 17.22 И наречены друзьями Божьими. Иоанн 15.14 Исайя 41.8 Святые и по смерти своей близки Богу. Они равны ангелам и суть сыны Божьей, будучи сынами воскресения. Лука 20.36 Они окружают на небе престол Божий, лицом к лицу видят Бога, поклоняются и поют Ему новую победную песнь. Откровение 4.10 7.9 5.9 14.3 15.3 Святые вместе с ангелами Божьими будут судить мир. 1 Коринфянам 6.2 Матфея 13.41 19.28 Откровение 24 Когда Господь придет прославиться во святых своих. 2 Фесса Закислава 1.10 Святые ангелы, святые угодники Божии, как живые члены Единой Христовой Церкви, как дети одной Божьей семьи. Евреям 12.22 Которой принадлежат и все живущие на земле христиане, радуются о каждом кающемся грешнике и страдают при его нераскаянности в грехах. Лука 15.10 1 Коринфянам 12.26 А они молятся пред Богом о грешниках при жизни на земле. Бытие 20.17 Еф 42.8 Ефесянам 1.16 Филипийцам 1.3 И будучи на небе, как молятся о них и святые ангелы Божьи. 2 Маккавейска 15.12 2 Петра 1.13 Даниила 10.11 Захария 1.11 Святые небожители, как достигшие совершенства, пребывают в Боге, а следовательные в постоянной, деятельной любви. Ибо Бог есть любовь, и пребывающая в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4.16 Силу этой любви святые ангелы Божьи сострадают нам и молятся за нас пред Богом. Они перестали бы пребывать в Боге, если бы не молились за нас. Ибо молитва за других есть естественное и необходимое выражение нашей любви к ним. Кого любишь, о том непременно и молишься. Вот почему мы, живущие на земле члены Церкви Христовой, как сожители святым. Ифисянам 2.19 Должны не только чтить и прославлять ангелов и угодников Божьих, как друзей Божьих из Церкви Первенствов, написанных на небесах. Евреям 12.23 Должны не только возвещать их хвалу. Ифисянам 2.12 Воздавать им поклонение и ублажать их. Иаков 5.10 Но и молитвою просить их о ходатайстве и заступничестве за нас пред Богом во время всех постигающих нас бед и случающихся с нами греховных падений. Помня, что много может усиленная молитва праведного. Иаков 5.16 Ибо очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Салом 33.26 Нельзя поклоняться ни ангелам, ни святым, ибо поклонением есть то же идолопоклонство, запрещенное самим Богом, сказавшим «Да не будет у тебя иных богов пред лице моим». Исход 23. Тогда говорит ему «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Матфея 4.10, 1 Тимофея 1.17 Только по грубому невежеству своему сектанты считает почитание ангелов и святых идолопоклонством, прилагая к ним места священного писания, говорящие о запрещении поклоняться идолам. Почитание ангелов и святых тогда было бы идолопоклонством, когда бы мы воздавали им божеское поклонение, то есть считали их за богов. Но ведь всякий честный и здравомыслящий сектант знает, что ни ангелов, ни святых православные за богов не считают, а веруют во единого Бога Отца Вседержителя Творца Неба и Земли, давшего бытие и жизнь самим ангелам и святым Божьим людям, которых христиане почитают как старших братьев в великой Божьей семье, как друзей Божьих в церкви первенцев, написанных на небесах. Евреям 12, 23. Кто нищит друзей Божьих, тот оскорбляет самого Бога. Кто принимает вас, сказал Христос святым апостолом, тот принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Матфея 10, 40. Блаженный Августин так пишет о почитании святых угодников Божьих. Наши чудеса совершает сам Бог по молитве или при содействии мучеников. Мы своим мученикам, как богам, храмов не воздвигаем, а устрояем надгробные памятники, как умершим людям, души которых живут у Бога. И воздвигаем там алтари, на которых приносим жертвы не мученикам, а единому их и нашему Богу. Жертву приносит священник Богу, а не им, хотя приносит ее при их гробницах. Поклонение ангелам и святым унижает Бога, сказавшего. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному». Исайя 42.8 Кому это иному Бог не хочет дать своей славы? Это видно из дальнейших недочитанных сектантами слов его. «Не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». То есть, идолам сектанты надеются, что православные совсем не знают, что написано в Библии. Поэтому православным нужно внимательно самим исследовать написанное в Библии, и они будут непобедимы в разговоре с сектантами. «А святых же своих сам Господь говорит, что славу свою Он дает им. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины». Иоанна 17.22 Как правило, сектанты всех оттенков и толков читают только отдельные места в Библии, совершенно несмотря, что было написано перед этим. Святые же заповедовали так исследовать Писание, ставя четыре вопроса. Кто сказал? Когда сказал? Кому? И с какой целью? А ответив на эти четыре вопроса, мы можем понять, о чем хотел сказать тот или другой автор в Библии. Моля через ангелов и святых Богу, мы не умоляем славу Божию, а возвеличиваем ее, ибо прибегаем к ходатайству их, сознавая свое ничтожество и недостоинство пред Богом. И в земных делах мы не всегда осмелимся обращаться с просьбой лично к царю, хотя знаем, что он всех нас любит, как детей своих. А докладываем ему о своих нуждах через близких к нему начальствующих лиц, которые являются перед царем нашим, нашими посредниками и ходатаями. Как царь не считает себя обиженным, когда ему подданные его обращаются к нему с просьбами через приближенность к нему лиц, так и Бог не унижается просьбами, обращенными к друзьям его. Ходатайствовать о помощи и помиловании грешников согражданам святым. Христос одинаково похвалил, когда обращались к нему, когда считали себя недостойными, чтобы он вошел через ходатаев. Словом Божиим запрещается обращаться к ходатайству ангелов. Никто, говорит апостол Павел, да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел безрассудно, надмиваясь сладким своим умом. Здесь, разумеется, не православное учение об ангелах, как хранителях и ходатаях наших перед Богом, а заблуждение еретиков, гностиков, которые безрассудно надмиваясь сладким своим умом, учили, что мир сотворен не Христом, Сыном Божиим, а высшими, чем Он, ангелами, так называемыми эонами, которые будто бы самому Христу дали власть и силу творить чудеса. В честь этих эонов еретики строили храмы, устраивали тайные собрания и совершали особое богослужение, учили, что не должно обращаться с молитвами к Богу или Христу, Сыну Божию, а нужно молиться только эонам, то есть несуществующим ангелам, вторгаясь в то, чего не видел, в честь которых будто не только мир создан, но и спасение людей совершается. Гностическое учение об эонах особенно сильно было распространено в Африке и в частности в Колоссах, почему апостол Павел предостерегает колосских христиан от обольщения учением гностиков, от служения ангелов, то есть эонов. Это языческое служение существовало даже в IV веке, проникнув в среду христиан. Почему Лаодикийский собор, бывший в 357 году, сделал следующее постановление? Не подобает христианам оставлять и церковь Божию, и отходите, и ангелов именовать, и творите собрание, сие отвержено. Церковь же православная не считает ангелов творцами мира, не ставит их выше Христа, а верит, что они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1.14. Верят, что они Божьи слуги, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Солом 102.20. Служение воинству небесному, то есть ангелам, строго воспрещается Словом Божиим. Дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился им, не служил им. Второзаконие 4.19.17.3. Истреблю с места сего остатки Ваала имя жрецов со священниками и тех, которые на кровлях поклоняются войску небесному. Сафония 1.5.4.23.5. Иеремия 19.13. Деяние 7.42. Сектантам, приводящим против почитания святых ангелов 19 стих 4 главы Второзакония, необходимо читать этот стих до конца. Так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. Для того, чтобы понять, что под воинством небесным здесь, разумеется, не святые ангелы Божии, а небесное светило, которое полудики и изыскники считали за богов. Сабиизм. И восходя в ясные ночи на кровле домов своих, поклонялись светилам и приносили им жертвы. Поднимите глаза ваши, говорит пророк Исайя, на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их, светило с счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Исайя 40.26. Нужно ли говорить сектантам о том, что святых ангелов язычники не чтили, ибо не верили в них, и что православные христиане не выходят по ночам на кровли домов своих, чтобы там молиться и приносить жертву святым ангелам? Только по невежеству своему сектанты относят места священного писания, говорящие о языческом почитании светил небесных, к христианскому почитанию святых ангелов Божиих. Слово Божие запрещает надеяться на ходатайство одних людей за других пред Богом. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Псалом 145.3.4.107.13.117.8.9. Ибо проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает опорою, и которого сердце удаляется от Господа. В приведенных местах священного писания не запрещается надеяться на ходатайство святых, живущих на небе. А говорится о том, что напрасно люди, забывая о помощи Божьей, возлагают всю свою надежду исключительно на земную силу, на князей и на войска. Надежда эта непрочна. И князья, и войска подвержены уделу смерти. Лучше надеяться на бессмертного и всемогущего Бога. Пророк же Иеремия проклинает человека, надеющегося на плоть. Проклинает такого человека, которого сердце удаляется от Господа, то есть который вовсе и не верит в его помощь. Христиане же, обращаясь с ходатайством святых, возлагают конечными свою надежду не на них самих, а на всемогущего Бога, умилостивляемого заступничеством за них, друзей его, ради их великих заслуг перед ним. И в Священном Писании видно, что ангелы и святые сами отвергали поклонение им людей и запрещали им делать это. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падший к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». Деяние 10.25. «Я», — говорит в откровении святой Иоанн, — «пал к ногам его ангела, чтобы поклониться ему». Но он сказал мне, — «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Откровение 19.10.22.9. Слова апостола Петра «Встань, я тоже человек», точно такие же, какие были однажды сказаны апостолами Варнавой и Павлом в Листре. Когда апостол Павел исцелил в этом городе хромого отчего матери своей, язычники, видя это чудо, посчитали Варнавой и Павлу за богов, шедших с неба на землю в образе человеческом, и уже хотели принести им жертвы из приведенных к воротам города волос. На апостолы Варнавой и Павлу, услышав о семь, разодрали одежды свои, и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужик, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки!» Деяние 14.8.15. У греческих язычников было верование, что их боги по временам сходят с неба на землю, принимая образ человеческий. Будучи язычником, Корнили, после того, как явившийся мой ангел сказал, что только Петр может сказать ему такие слова, которыми спасется он и весь дом его. Деяния 10.6. «Мог принять явившегося ему апостола Петра за бога, как приняли за богов апостола Петра Павла и Варнаву жители Листры». Мы видим еще один такой пример. Жители острова Мелита, видя, как апостол Павел без вреда для себя встряхнул в огонь, повисший на руке у него змею, говорили, что он бог. Деяния 28.6. «Вот почему апостол Петр сказал Корнилию, встань, я тоже человек, как сказали листерянам Павла и Варнава, и мы, подобные вам человеки». Мог апостол Петр отклонить поклонение ему Корнилия, и по смирению своему, как и люди, делая добро другим, и не желая по смирению принимать от них выражение благодарности, говорят им, не стоит нас благодарить, Бога благодарите. То есть, если бы Корнилий поклонился, имея в мыслях, что это человек, Петр, то такое человеческое поклонение Петр принял бы. Потому что апостолу Петру были открыты мысли человеческие, как это видим из его поступка с Ананией и с Апфирою, которых без всякого допроса он облечил, сказав, что «вы покусились обольстить, обмануть Духа Святого». А такого поклонения, поклонения как Богу, Петр принять не мог. Ангел же Божий отклонил поклонение ему, Святого Иоанна, по двум причинам. Во-первых, во время видения ангела апостол Иоанн имел в себе свидетельство Иисуса, был в духе пророчества. То есть, он был в таком состоянии, в каком находятся святые на небе, которые равны ангелам. Лука 20, 36. Почему ангел отклонил поклонение Святого Иоанна, как в то время, равного ему сослужителя? Во-вторых, Святой Иоанн во время откровения лицезрел самого Бога. Он видел, как поклонялись ему святые и ангелы. Откровение 4, 10, 7, 11, 9, 19, 4. И слышал повеление ангела «поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источник». Вот 14, 7. Но он в присутствии Бога поклонился не ему, а ангелу, почему последний говорит апостолу Иоанну «богу поклонись», ибо непристойно в присутствии Творца поклоняйся твари. Как неуместно было бы в присутствии царя оказывать честь не ему, а слуге царскому. Таким образом, ангел не отверг поклонение Иоанна, а только указал ему, что в присутствии Бога и святых ангелов его единому приличествует поклонение. О том, что ангелы святые угодники Божии принимали от людей поклонение, свидетельствует многие места священного Писания. Так, например, Иисус Новин, при виде ангела, пал лицом своим на землю, поклонился и сказал ему, «Что, Господин мой, скажет рабу своему?» «Вождь воинства Господня сказала Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус Новин, от 5, 14. Таким образом, даже место, где явился ангел, было свято. Поклонялись святым ангелам родители Самсона, Маной и жена его, судей 13-20, Давид и старейшины его, 1 Паралипоминон 21-16, пророк Валаам, числа 22-31, Давид и Товия, Товия 12-15, «И пророк Данила, святые ангелы, не отверглись сделанных им поклонений, поклонились Авдии и пятидесятник Охозии, пророку Ильи, 3 Царств, 18-7, 4 Царств, 1-13, «И сыны пророков поклонились ему до земли», 4 Царств, 2-15, «Как поклонилась до земли Ильисея Санамитянка, мать воскрешенного им ребенка», 4 Царств, 4-37, «Пал на лицо свое и поклонился Даниилу Новуходоносор», Даниила 2-46, «Припал к Павлу Исилий темничный страж, уверовавшего Христа», Диане 16-29, «Не нужно думать, что он припал на шею, потому что это был общий обычай тех времен преподали к ногам своих повелителей», «каковым в данном случае казался темничному стражу апостол Павел Исила». «Но и святые апостолы не отвергли сделанных им поклонений, а приняли, как подобающее им». Следовательно, утверждение сектантов, будто ангелы и святые не принимают, а отвергают сделаемое им поклонение, противоречит многочисленным примерам, взятым из Слова Божия. Заметим, что отвергая поклонение святым и ангелам, наши сектанты охотно кланяются один другому. У сектантов вообще в обычае вырывать места из Библии отдельные и перетолковать по-своему. И если покажешь противоположное мнение, что как же, если апостол Петр не принял поклонение от Корнилия, то как же другие святые мужи, как Павел Исила, как Давид, как пророк Илья принимали поклонение? На этот вопрос у них ответа нет. Православное толкование дает в совокупности ответ на все места священного писания. Поэтому для знающих православных священное писание понятно, что Библия в руках сектантов является книгой совершенно закрытой для их разумения. Почему Иоанн Златоуст с таким совопросником говорил, «Ты не показывай мне, что написано, а дай смысл написанного». Сектанты, как правило, знают, где это написано, и знают очень хорошо. А о чем говорит это место писания, и как его совместить с другим местом писания, как бы противоречащим этому? А они ответить не могут. На чем у них и случается разделение, отчего и количество сект перевалило за 6000 названий к 1984 году. На данный вопрос, почему же ангелы во всем священном писании принимали поклонение от людей? И только в одном месте мы читаем, в Откровении, ангел не принял поклонение от Иоанна Богослова. Причина та еще может быть, что Иоанн Богослов только что видел ангела, под ангелом явился сам Господь. Мы знаем, что ангелами бывают святые ангелы, падшие с неба ангелы. Ангелом называется человек, как Иоанн Креститель, и ангелом называется сам Бог. Так в купине является Господь, называя себя ангелом. Исход, третья глава. Малахия, третья глава, первый стих. В этом стихе первый раз ангелом называется Иоанн Креститель, пресеча Господень, а второй раз ангелом завета называется Иисус Христос. Так что здесь Иоанн Богослов, ангела, который не принял поклонение, мог принять за ангела, являвшегося в двадцатой главе, где под именем ангела являлся сам Христос. А ангел не мог принять такого поклонения, зная его мысли. То есть толкование точно такое же, как в десятой главе Деяния апостолов в примере с Корнилием. У людей вообще не может быть никакого посредника или ходатая за них пред Богом, кроме Иисуса Христа. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. 1 Иоанна 2.1. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Римлянам 8.34. Евреям 7.25.9.15. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. 1 Тимофея 2.5. Неправда, что кроме Христа нет и не может быть других посредников и ходатая за людей пред Богом. Христос – единый посредник и ходатая пред Отцом за грехи всего мира, предавший себя для искупления всех. Он ходатай кровью Своею. А посредников и ходатая за людей перед Богом молитвы много. Такими посредниками и ходатаями за них, как на земле, так и на небе, являются святые угодники и ангелы Божии. 2 Постоянным посредником между Богом и израильским народом был его вождь и законодатель Моисей, почему апостол Павел, упоминая о Ветхом Законе, говорит, что он преподан через ангелов рукою посредника, то есть Моисея, Галатам 3.19. 3 Были и могут, следовательно, быть и ходатые пред Богом за людей, кроме Иисуса Христа. Такими ходатами в Ветхом Завете были Авраам, Моисей, другие святые пророки, а вном святые апостолы и вообще все христиане. Так Израилю говорит Господь, «Право отец твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. Зато, то есть что право отец согрешил, и ходатай отступили, я, предстоятеля святилища, лишил священства, и Иакова предал на заклятие и Израиля на поругание». Исайя 43.27. Об имеющих, именующих себя пророками Господь говорит, «Если они пророки, если у них есть Слово Господне, то пусть ходатайствует перед Господом Савуофом, чтобы сосуды, остающиеся в Доме Господнем и в Доме Царя Иудейского в Иерусалиме, не перешли в Вавилон». Иеремия 27.18. И апостол Павел пишет Коринфинам, «Что Господь избавил его от близкой смерти по молитвенному ходатайству верующих? Надеемся, говорит он, что и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили нас». 2 Коринфянам 1.9. Для всякого понятно, что молитва за других есть ходатайство за них пред Богом. И в Священном Писании мы видим, что святые апостолы велели молиться за других, «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Яков 5.16. «Итак, пишет Тимофей и апостол Павел, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». 1 Тимофей 2.1. «Святые апостолы сами всегда ходатайствовали в своих молитвах пред Богом о верующих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Филиппийцам 1.3. «Для сего и молимся всегда о вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания». 2 Тимофей 1.11. Исисянам 1.16. 2 Коринфянам 13.9. «Первомученик Стефан, побиваемый камнями, молится Богу за своих убийц. Господи, не имени им греха сего». Иоанне 7.59. «Святой апостол Павел просил верующих молиться о нем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом, и любовью Духа, подвязайся со мной в молитвах за меня к Богу». Римлянам 15.30. «Братья, молитесь о нас». 1 Фессоникистан 5.25. Колоссян 4.3. Евреям 13.18. 2 Фессоникистан 3.1. Из Священного Писания мы видим, что святые и ангелы Божии молятся за людей, живя на земле, и Господь принимает их молитвы. Об Аврааме Бог говорит Авимилеху. «Теперь же возврати жену мужа, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимилеха, и жену его, и рабынь его. Бытие 27. «Когда воспоминялся гнев Господина Израиля, за сделанного им для поклонения золотого тельца, и Господь хотел истребить весь народ израильский, Моисей стал умолять Господа Бога своего, и отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Исход 32.9 «По молитве Моисея исцелилась от проказа сестра его, Мариам, число 12, и по молитве Иова прощены были Богом, согрешившие друзья его». Иов 42.7 «Ангел Божий говорит Товии, «Когда молился ты, невестка твоя, Сарра, я возносил в память молитву вашей предсветаго, и когда ты похоронил мертвых, я также был с тобою». «И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою, Сарру, я Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». Товии 12.12 «Ангелы Божии помогают людям на земле» Бытие 24.7, Деяние 15.19, 12.7 «Благословляет их на добрые дела» Бытие 48.16 «Ополчается вокруг боящихся, его и избавляет их» 38.8, Солом 90.11 Даниила 6.22, 14.34 «И посылается Богом на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» Евреям 1.14 «Чрез ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние» Евреям 2.2 «Бог и бесходатый святых сам знает, что нам нужно, и потому мы должны с молитвами обращаться прямо к Нему, как и Христос учил молиться непосредственно Отцу Небесному, Отче наш и так далее» Матфея 6.9 Авраам и Иов, конечно, знали, что Бог ведает нужды всех, однако молились первой за Вимелеха, а второй за друзей своих, знали об этом Моисея, Даниила, Иеремии и другие пророки, однако и они молились за народ израильский. Святые апостолы тоже знали, что Бог ведает все нужды их и верующих христиан, однако, как мы уже видели, велели христианам молиться за них и друг за друга, ибо они верили, что Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге и Бог в Нем. А где любовь между верующими? Если святые и ангелы молились за людей, то только здесь, на земле, а на небе они не хотят за них ни молиться, ни помогать им. Так, например, Авраам не захотел помочь братьям богача, несмотря на усиленные просьбы последнего. Тогда сказал он богач Аврааму, «Так прошу тебя, отче, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня есть пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли на это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Лука 16, 19 И это неправда, ибо если бы святые перестали молиться на небе, о несчастных грешниках, то это значило бы, что они перестали их любить. Но тогда они перестали бы быть детьми божьими, перестали бы пребывать в Боге. Ибо кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4, 8 И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил брата своего. Святые, пребывающие на небе в Боге, не могут не любить грешных своих братьев, живущих на земле, не могут не сострадать и не молиться о них, ибо христианская любовь никогда не перестает. 1 Коринфянам 13, 8 Если жестокий богач молится в аду о нечестивых своих братьях, то тем более молятся о всех грешных людях, исполненной любви святые и ангелы. Почему Авраам не позаботился о погибавших братьях богача, это видно из дальнейших слов Святого Евангелия. Он же, богач, сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются», тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». То есть братья богача уже дошли до такого нравственного ожесточения и неверия, когда всякое вразумление их даже воскресшими из мертвых не могло бы повлиять на них, ибо они дошли до греха к смерти. А таких же ли их само Слово Божие запрещает всякую молитву? 1 Иоанна 5, 16 А что святые ангелы Божии действительно молятся на небе о живущих на земле, это видно из многих мест священного Писания и Ветхого и Нового Завета. Так, например, Юда Маковей в видении видел Онию, умершего перосвященника, видел, что он, простирая руки, молится за весь народ иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою, окруженный дивным и необычайным величием. И сказал Ония, «Это братолюбец, который много молится о народе и святом городе. Еремия, пророк Божий». 2 Маковейская, 15-12 Когда евреи находились в спину в Вилонском, пророк Захарий видел ангела, молившегося Богу за весь народ, следующие молитвы. «Господи, вседержителю, да коли ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет!» Тогда в ответ ангелу, говорившему со мной, изрек Господь слова благие, слова утешительные. Захария, 1-12 «У каждого христианина есть на небе ангел-хранитель, надзирающий за ним с неба во всю жизнь его на земле. Смотрите, — говорит о детях, — спаситель, — не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Матфея, 18-10 «Даже у каждого отдельного народа есть на небе особый ангел, защитник и покровитель. Не бойся, Даниил, — говорит святому пророку ангел, — с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня, кроме Михаила, князя вашего». Даниила, 10-11-21 «Все же ангелы, как члены Единой Церкви Христовой, радуются на небесах о каждом кающемся грешнике. Говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся». Лука, 15-7 «Святые угодники и ангелы Божьи будут участвовать и в страшном суде над миром. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир?» 1 Коринфянам 6, 2 «Так будет при кончине века. Изойдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Матфея 13, 49 «Святые угодники Божьи живут на небе с такой же жизнью в лоне Отца Небесного, как и святые ангелы. Поэтому и они молятся за живущих на земле членов Церкви, которые сами принадлежат». Иуда Маковей, как мы уже знаем, видел умершего первосвященника Онию, молящегося за весь народ израильский, сказавшего, что и пророк Иеремия всегда много молится на небе о народе и святом городе». 2 Маковейская, 15-12 «Святой апостол Петр, предвидя близкую свою кончину и вещевая христиан быть твердыми в своем звании, обещает молиться о них и после смерти своей. «Справедливым же, почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». 2 Петра, 1-13 В греческом подлиннике и в славянском переводе более точно выражена эта мысль. «Почуйся же и всегда имейте вас по моем исходе, память о сих творите». Смысл слов святого апостола таков. «И когда умру, буду всегда стараться, чтобы вы приводили это себе на память». «Святым молиться бесполезно, ибо они ничего не чувствуют и не сознают, а беспробудно спят до воскресения из мертвых. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их уже исчезли, и нет им более части ни в чем, что делается потомцам. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Экклесиаст 9.5 «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю. В тот день исчезают все помышления его». Псалом 145, 3-4 стихи. «Не мертвые восхвалят Господа, не все, нисходящие в могилу, но мы, живые, будем благословлять Господа отныне и вовеки». Псалом 113, 25. Иово 14, 12. Саниила 12, 13. Приводимые адвентистами места Священного Писания относятся к жизни человека здесь, на земле, под солнцем, а не на небе. Говорят о телах умерших, а не об их душах, ибо души людей святых живут сознательной жизнью. Они чувствуют, любят, молятся, ненавидят зло и просят о наказании злых грешников, о чем ясно говорится в приведенных выше местах Священного Писания. «В вечной памяти будет праведник». Псалом 111, 6. «Семьи их прибудет до века, и слава их не истребится. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды. Народы будут рассказывать об их мудрости, а церковь будет развещать им хвалу». Псалом 44, 12. «Ибо память праведника прибудет благословенно». Притча Соломона 10, 7. «Почему апостол Павел говорит нам, велит, «поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 13, 7. «Возвращается в землю не дух человека, а только тело его». Дух же его, по словам самого Екклесиаса, идет на небо к Богу, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Экклесиастам 12, 7. «Находясь у Бога живыми» – Лука 20, 37. «И живя на небе, подобно ангелам, сознательные жизни, святые чувствуют, радуются, сострадают нам и молятся о нас грешных. Что они живут сознательной жизнью, а не спят до воскресения из мертвых, как ложно мудрствуют адвентисты». Это видно, например, из первой книги «Царство», где говорится о том, как Саул с помощью волшебницы Эндорской вызвал умершего Самуила, явившегося с того света, и предсказавшего смерть Саулу с его сыновьями и гибель всего израильского войска». «Не спали, а жили сознательные и бодрственные жизни Авраам, Лазарь и Богач» – Лука 16, глава. «Не спали непробудным сном, явившиеся во время преображения Господня Моисея, Илья» – Матфея 17, 1. «Наконец, если бы святые и вообще все умершие спали непробудным сном до второго пришествия, а не жили сознательной жизнью, то невозможно была бы им и проповедь Христова об их избавлении после славного воскресения Христа Спасителя, но в Писании сказано, «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщен по плоти, нажив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед, проповедал» – 1 Петра 3, 18. О том, что святые молятся на небе за нас, грешных, мы уже знаем, а что они поклоняются Богу, воспевают и восхваляют Его, это видно из многих мест священного Писания. Тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. Откровение 4, 10. И двадцать четыре старца пали предагнцам, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которая суть – молитвы святых. И поют новые песни, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклон и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Откровение 5, 8. 7, 9, 11, 16. Итак, из высшей изложено видно, что учение адвентистов о бессознательном состоянии на небе душ святых совершенно ложно, ибо противоречит священному Писанию. Мы знаем, что святые, как и ангелы, живут на небе сознательной жизнью, но все-таки обращаться к ним с просьбами бесполезно, ибо святые не всеведущие, и потому не могут нас услышать на небе. Действительно, святые не всеведущие. Знание всего принадлежит одному лишь Богу, который один испытывает все сердца и знает все движения мыслей. 1 Параллипоменон, 28, 9, притча, 24, 12, римлянам, 8, 27. Но осененной благодатью Божией святые еще здесь на земле получают особый Божий дар, дар прозорливости. Ни своей силой, ни по своему всеведению святые ангелы Божии знают о том, что для обыкновенных людей непостижимо, а силой Божией, благодатью Господа, который сам открывает им не только отдаленное будущее, но и тайные движения человеческих сердец. И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok